Привет! Представься, пожалуйста, скажи, как твое имя, из какого ты города? Хотя, конечно же, мы уже все знаем ответы на эти вопросы. Привет, меня зовут Ирина Дмитриева, я из города Сочи. Ира, ты не впервые участвуешь в ретритах Светланы Лавровой, ты присутствуешь как мастер и как участник. Скажи, пожалуйста, вот именно как участник, процессы твои, которые с тобой происходят, чтобы ты могла осветить, для нас приоткрыть. И почему ты продолжаешь как участник быть в этих процессах? То есть это же не первый ретрит, ретрит за ретритом, идут какие-то трансформации, поделись с нами, что это для тебя? Ну, скажу так, наверное, первый ретрит, это был ретрит, где мне хотелось вообще увидеть, что такое автономия, что такое наша еда, наши зависимости, как вообще наши возможности человека, да, их расширить. Вот так, наверное, такой у меня был запрос. И в первом ретрите понимание того, что возможности наши безграничные, они как бы улеглись в голову. Очень часто стали практиками, именно на сухих днях появляться. То есть стало меняться мое мышление к еде, мое отношение вообще ко всем процессам, связанным с едой и со своим телом. И остальные ретриты, но скажу такой момент для себя, который очень важен, что нет ни одного ретрита, в котором бы как-то повторялась информация. То есть каждый ретрит получается очень глубоким, очень интересным. И если брать меня вот как участника, я в каждом ретрите восхищена тем, как идет процесс у каждого участника, как идет раскрытие. И понимаю, что каждый ретрит все лучше и лучше, все глубже и глубже. И такие раскрытия как будто бы приходят мощнее люди, и раскрытия такие ярче происходят. И меня, наверное, вот это больше всего и радует, что я вижу глубину ретритов, какая есть. То есть нет ни одного ретрита, где есть материал от головы. То, что я люблю, да, когда он идет из потока, из поля Светланы, это совершенно другое. Это соединение с чем-то большим, нежели от ума что-то вещать. И вот именно это дает сонастройку с каждым участником. То есть нет ни одного участника, который уезжает нераскрытым, недополнитым. То есть идут пласты осознаний, у каждого происходит такая трансформация глубина, что вот прям как на то и после, я всегда говорю, можно поделить. Фотография надо на входе делать, и после, когда человек уже в осознанности, в понимании себя из глубины видения, да, он соединяется с собой, он познает себя прям не поверхностно, да, а он раскрывается на каждом ретрите. Поэтому ретрит каждый дает такое уникальное раскрытие. Я бы, знаешь, как еще сказала, что мне нравится, что на ретрите нет темы, которая касается просто в общем всех. Там идет работа с каждым. И каждый раскрывается прям из глубины. То есть каждый убирает пласты того, что мешало, и может с легкостью управлять уже, да, своей жизнью. То есть когда мы что-либо осознаем, мы начинаем управлять тем, что есть. Поэтому, наверное, каждый ретрит я в этих процессах получаю огромное удовольствие, видя, как каждый раскрывается, каждый наполняется. Для себя, конечно, это тоже класс такой, потому что когда я иду в ретрит, я всегда иду на отдых от еды. И это тоже мои трансформации внутренние, да, перестраивается тело. Идут глубокие трансформации, через которые я прохожу. То есть когда есть уровень осознания, трансформации тела, да, тело, душа, разум, в альдина мы соединили, и происходит такая другая глубина. Поэтому я кайфую от того, что вижу глубину этого всего, и, конечно же, от своих внутренних процессов, которые у меня происходят. Как освобождается энергия на этих сухих днях, для меня это тоже прям кайф. Скажи, пожалуйста, а какие твои качества, немножко в твою личность мы сейчас хотим проникнуть, какие твои качества позволяют именно оценить глубину процессов? Вот, приоткрой нам свои, пожалуйста. Я, наверное, вижу больше через единение с другими людьми, да, через любовь. Да, но у тебя же есть ещё какие-то особенные качества, неоткрытые у всех людей, ты воспринимаешь мир немножко глубже и тоньше. Я же вижу не человека и не тело, я вижу за гранью этого, и я чувствую трансформацию на уровне полей, на уровне структур. Я вижу, какие мощные процессы происходят не просто физическими глазами, а это через... Да, ты про это, да, спрашиваешь? Да, я вот про это, я просто... Я-то это знаю, а ты подразумеваешь, что это само собой есть. Да, я, конечно же, вижу не просто, что в теле что-то поменялось, я вижу, как меняется структура человека, тонкий план, как происходит каждый пласт за пластом, перестройка вообще поля человека. То есть, ну, как я часто люблю назвать кокон, чтобы было понятно, то есть структура происходит и раскрытие, и расширение. Вот, ну, если коротко, то вот так, чтобы было понятно. Почему я об этом спросила? Потому что часто, ну, вот я, например, находясь внутри какого-то процесса, я не могу его ни осознать, ни оценить. И когда это видно со стороны другому человеку, который обладает более ёмким восприятием, более тонким, ну, это же тоже ценно, да? И когда мы говорим о том, что все уезжают с этой трансформацией, вот для меня просто было важно, чтобы мы это раскрыли. Как, почему такое смелое заявление? Вот, ну, даже больше скажу, каждый, когда приезжает, это такой закрытый кокон, да? Это все мы пытаемся спрятаться. А на ретрите происходит, когда человек уже пришёл со сознанием «я хочу, я хочу раскрыться», то здесь как бы вот этот грецкий орешек, он скрывается. И что происходит на ретрите? Взращивание из этого орешка, что нам скорлупа больше не нужна, нам не нужны маски, иллюзии. Мы смотрим правде в глаза. Это процесс перерождения, как я люблю называть, что это процесс раскрытия человека и перерождения в нового себя. Вот в это, да, единственное, что так было можно, и это лёгкость, и это позволение себе, это чувствование себя. Поэтому это процесс гораздо глубже, чем, да, смотреть глазами. Поэтому я говорю, что трансформация — это выйти из того ограниченного сознания, в котором были до ретрита. То есть меняется сознание, идёт глубина и расширение во всех, как говорится, во всех структурах плана тонкого. Получается, мы приезжаем с каким-то запросом, который можно проработать именно на глубинном уровне, именно в самую, да, вот в самые тонкие структуры получить доски. Любой запрос. Любой запрос. Иногда за одним запросом скрывается очень много пластов, которые нужно поднять, вычистить, чтобы оттуда пошло взрастание, да, чтобы оттуда, как говорится, раскрылась эта сила, раскрылся у каждого потенциал. То есть это тоже такой непростой, да, момент, когда достаёшь оттуда и взращиваешь. То есть на ретрите происходит это раскрытие, да, основной момент. Во-первых, поле помогает, что человек сам никогда так не расстроится, не расстроится на одной, на второй консультации. А здесь поле, поле проводников, да, это самое главное, поле людей, это очень круто. Мы все друг для друга зеркала. То есть если человек сам себя не увидит, он увидит себя в другом. Что и показывает каждый ретрит, как каждый друг другу помогает раскрыться. Это прям, ну, на самом деле, очень такой красивый процесс. Как ты являешься свидетелем трансформации участников ретрита, я тоже, да, но я ещё являюсь свидетелем отзывов, потому что я же собираюсь и отзывы. И очень-очень много людей говорят именно вот об этой связке, что мы пришли с запросом, сформировали с Ириной запрос, встали на гвозди, прожили этот процесс, действительно, в твоей невероятной любви. Ну, то есть я сейчас говорю, не просто там на камере, действительно, много уже людей как бы опросила, опросила за свидетельство, но всё на видео. И да, ну это так, это просто так вот происходит, уже как бы опыт, да, уже есть опыт, можно его анализировать. Они стоят на гвозди, я встала на гвозди, это я тоже туда же отношусь, к тем, кто прожил эту трансформацию. Мы вытаскиваем эту боль и на игре, да, дозапаковываем, дозакручиваем вот эти вот осознания, которые просто прям по полкам раскладываются. Вот игра трансформационная, она там происходит, как правило, там на следующий какой-то день или день перед завершением, ну то есть вот так. Чтобы по полочкам. Да, и это такая мощная практика, в которой вот твое поле, твое поле, твоя вот эта вибрация, я не знаю, как ты это выдерживаешь, потому что там бывает, расскажи нам, что там бывает на гвозьях, давай, чтобы это не я голос за кадром говорила. Что бывает, когда ты ставишь человека на гвозди? Ну, гвозди для меня это немножко авторская практика, то есть не просто встать на гвозди от ума и преодолеть боль или какая-то асперзия, гвозди – это процесс, который высвобождает нас как раз-таки на энергетическом уровне и раскрывает наш потенциал. То есть когда мы идем на гвозди, я работаю в трех структурах, то есть это и энергия, да, и прочищение, то есть я с энергией земли работаю, ладно, лавы, огня, то есть, да, вот прочищая снизу. Но, конечно, я все делаю через любовь, это самая высокая вибрация, поле любви, которое я стараюсь мощно направить, да, в этот процесс, оно дает возможность выстоять на гвоздях не из боли, то есть мы стараемся разъединиться с болью, уйти с тела, да, то есть весь поток, который поддерживает на гвоздях, он помогает вычистить это все и собрать свою структуру по новой. То есть мы не можем, когда сосуд сжат, что-либо впустить, поэтому наша задача на гвоздях – расслабиться. Вот это я и делаю из любви, идем в расслабление, в принятие, в соединение с собой и в наполнение. Ну, то есть если кратко, это вот так. Конечно, это изменение полностью сознания человека, когда он чувствует, как он раскрывается. И вот это раскрытие, когда орешек лопнул, а выходить больно, это процесс перерождения. Я так, вот прямо у многих он происходит. На гвоздях через любовь мы расстрываемся. И игра, конечно, это такой же инструмент, инструменты разные, где уже по полю мы двигаемся, чтобы понять алгоритм наших действий, чтобы не просто выйти, а у вас структура, да, как двигаться, что мне мешает. И это уже привести сознание в порядок через осознание. Вот, то есть когда мы что-либо осознаём, у нас в сознание укладывается всё по полочкам. То есть если мы не осознаём, то это будет знамя управлять. А когда мы приходим в осознание, видим эмоции, видим наши страхи. Как убирать, конечно же, да, все практики, я рассказываю. Вот как только мы это осознаём, мы можем этим легко управлять. Мы это уже видим. И через игру мы видим уже, как управлять своим сознанием, как с собой договариваться. То есть через наблюдение и игру очень хорошо всё встраивает. Я, знаешь, ещё хотела о чём поговорить. То есть мы же ещё друг за другом наблюдаем. Ты за мной, я за собой. Да, да. На предыдущем ретрите ты пила травки, по-моему, какие-то, да? И тоже отдыхала от еды. У меня была трансформация очень сильно на уровне костей. Я пила мяту, я тоже выходила в сухие. Но так как трансформация внутри в позвонки, у меня целый год эти процессы были. То есть как только я заходила в неедение, эти процессы запускались. И мята, она позволяла немножечко снизить спазм. Я травки как-то не пила, я старалась держаться на сухие. Мята, да, она вот давала мне вот эти послабления. Опять-таки, Света, что делать? Всё ломит, мята пей. А сейчас уже как бы вот на сухих, да, опять-таки, есть где-то захотелось мне выпить родника. То есть Светлана прекрасно подсказывает инструкции к применению, да, что где сделать, какие моменты, как остановить, как запустить, можно ли вот сейчас. И это опять-таки из-за позволения себе, из принятия, из лёгкости, не из жёсткой аскезы, да, что захотелось мне глотнуть водопад родника и озеро, и две реки. Можно сделать это на сухом. Всё, собственно, это и сделано. Я просто была свидетелем твоей включённости в практиках. Я говорила, да, тебе уже это? Для меня это было такое, ну, вау. Вот. И я при этом знаю, что ты на сухих, и уже сегодня, какой, седьмой или девятый день? Восьмой, да? Вот, сегодня восьмой день. У меня же тоже в голове происходит трансформация. Вот человек на сухих не ест, не пьёт. Ладно, не ест, это как бы у меня уже всё нормально уложилось. Не пьёт. То есть и такие нагрузки параллельно, да? То есть это же большая ещё идёт работа. Работа с людьми, это были гвозди, это эмоции, люди рыдают, люди там в это... Ну, я просто по себе знаю, что на глазях вытаскивается вот самая жесть просто из тебя. Там просто так выворачивает, да? И я вижу уже, что делаешь ты, да? Как бы проживая вместе с нами этот процесс, и ты ещё и как бы вот в этой, ну, аскезе так условно назовём, не в аскезе, а в этом выборе, да? В своих естественных днях назовём это так. Да, в отдыхе от еды. В отдыхе от еды. И вот как вообще тебе это было? Ну вот смотри, я скажу так, когда трансформации в теле нет, наоборот, энергии больше. То есть, когда ты ешь, ты заглушаешь уровень энергии. Здесь поток совершенно другой, когда ты без еды. То есть, наоборот, не хватает, я 6 человек подряд вот поставила, это как помню, 4 или там, куда, 4 день без еды был. То есть, 6 человек нам стопом, да, на гвозди, и это прям шух, шух, шух. Во-первых, ты энергию сразу, ты уходишь в поток, ты же не физическим телом это делаешь, ты делаешь это через энергию. И здесь, наоборот, ты прокачиваешь себя энергией, и ты ещё остановиться потом не можешь. То есть, такое всё, ох, и тебя ещё вот немножко вот это догоняет, эти процессы. Да, это очень глубокие процессы, они энергозатратные, такие энергоёмкие, потому что там у всех разное раскрытие, разное проживание, разное там соединение с собой, там уход куда-то, да, в другие жизни, где там возвращаем. Ну, разные у всех выходят практики. И соединить с собой, да, энергозатратно, но когда ты не ешь, мне кажется, это чистота энергии другая, это сила другая. То есть, как идёт полностью поток, вот как водопад, он же есть и просто есть, и идёт оттуда нескончаемый поток энергии. Вот так же здесь. Ты не ешь, ты пропускаешь и пропускаешь энергию. Мне кажется, если бы я поела, я бы сказал, так, идите вставать сами, я пошла спать, да. Ну, то есть, какие-то, наоборот, я не отвлекаюсь на процессы переваривания, я не отвлекаюсь на процессы пойти поесть. Я полноценно, полностью с людьми, да, в практиках и включена там. Но при этом я знаю, что ты в автономию не собираешься. Нет. А ещё почему я про это спрашиваю? Знаешь почему? Потому что, ну, вот у нас есть Сиета. Да. Ну, как бы уникальная история, да? То есть, второй Сиета-то нет и не будет. Ну, конечно. Всё, никто не претендует. Её своя история, по каждому уникальному. Да. И мне просто вот хочется, что происходит вот у нас, да, когда мы пробуем вот эти методики, эти техники, её знания, вот её как бы видение. Вот смотри, Сиета, чем уникальна? Что она прошла огромный путь. Огромный путь, который ей позволяет вести других. И не важно его уникальность, она знает уже всё. Потому что она прошла и то, и то, и то, и то методом своих проб и ошибок. То есть, ей не кто-то сказал, как сделать, а натыкалась, да, много лет. Как вот здесь, как вот здесь. Поэтому это ларец знаний, да, который может при любом моменте, там, что происходит, проконсультировать и рассказать. У меня не было запроса уходить в автономию. У меня был запрос уйти в малоедение. То есть, чтобы я не зависела от еды. Для меня очень важно не уходить в зависимость, чтобы я не была в этой матричной системе управляема, да. Едой, как бы, еда – это первое управление нами. Еда – это первое получение эмоций. Что через еду люди питаются эмоциями. Для меня эмоции – это вот мир, это красота. Я питаюсь этими водопадами, вот Алтаем, горы. Вот, вот это еда. Еда – можно сорвать ягодку, попробовать вкус. И просто это наслаждение, которое развивается по телу. Ну, расскажи нам про это наслаждение. Знаете, мы вот сегодня сейчас, мы на Алтае же. И Айрин, так как она, хреной житель гор, сегодня она увидела первый раз черемуху и сказала, что это? Для меня это было открытие. Хоть сухие, не сухие. То есть ты берешь эту ягоду, ты соединяешься с этой ягодой, ты соединяешься просто с энергией Алтая, да. Любая ягода, которую ты впервые в жизни пробуешь. Это же кайф, вот оно питание. Когда ты соединяешься с этим плодом, не чтобы его там съесть судорожно, а чтобы ты его вот впустил наслаждение, чтобы ты впустил эту информацию от плода в себя, энергию Алтая. Хлебну этой родниковой воды или водопада, это информация, вода несет информацию. Почему я говорю, что я хоть и на сухих, я не смогла не глотнуть там две реки, там водопад, родник, озеро. То есть я все заглотнула. Выпила весь Алтай. Да, я на сухих при этом. То есть мне не важно вот это как... Галочку поставить. Галочку поставить. Мне важно было соединиться с той информацией, которая здесь. И любая ягода, что-то я еще сегодня... Черную смородину, как насесть в диком Алтае, там кусты черной смородины, да как это не вкусить. И это именно вкушение, вот это наслаждение. То есть тут не процесс поесть, тут процесс насладиться, соединиться, прочувствовать. И вот это самое яркое, чем мы можем питаться. Солнышко. Вот все это, вся эта красота. И просто когда ты сидишь в горах, видишь эти озера. И вдыхая в себя, ты прям ешь эту природу. Ты прям в наслаждение от нее. Поэтому для меня еда это вот сейчас уже не про зависимость. То есть у меня уменьшилось... Вообще изменилось отношение к еде благодаря ретритам. Уменьшилось количество приема. Уменьшилась потребность... Потребность жрать. Прощаем, мы знаем, что это такое. Вот, есть потребность попробовать, вкусить. Я могу съесть и отставить в сторону. Вот я не хочу больше, да. То есть совершенно меняется восприятие. То есть один раз в день можно поесть. А у меня как бы цель уходить в такое, что просто раз, два, три дня перекусил, что... Не то, что перекусил, а вкусил. Вот мне прям вот это идет, да. Что я вкусила ягодку здесь, ягодку там, кусочек арбузика там, я не знаю. Хорошо, захотелось мне съесть мясо. Да я его съем. Я его съем, если мне захочется. То есть здесь про интуитивное чувствование себя. Не уходить в крайность. То есть автономия для меня это переход, когда что-то сложно. И нужно из этого выбраться, да. И нужно перейти вот из крайности болезни, да, к какой-то. Или вот из крайности не как познать себя, да. Прям уйти в автономию, в аскезу жесткую. А как вот перейти, допустим, я знаю много случаев, да, где онкологические заболевания. То есть это вот на практике, в общении, в ретритах, сколько все люди делятся. Как излечиваются заболевания. Просто потребности вот такой нет, длинная автономия. А есть просто вот такие циклы, когда я ухожу там на 7, на 11 дней. Я прекрасно себя чувствую. То есть сегодня восьмой день и великолепие, и кайф. И мы уже сколько пробежались, ходили, прогулялись, намассажировались. Да, я тоже вот хотела это отметить, что кроме вот этой нагрузки с работы с людьми, ведь мы же еще очень много передвигались сейчас пешком. Да, и горы, и озера, да. И как ты себя вот в этой физической нагрузке прочувствовала? Ну, если играть солнце, мне тяжеловато идти в гору на солнце. Для меня сложно. Я всегда говорю, что если будет солнечная, жаркая погода, я прям буду выходить на воду. Ну, то есть, как даже вот Светлана говорит, да, надо запустить процесс 3-4 дня не есть. Не пить. И потом дальше, если тяжело, то лучше выпить 2-3 клатка воды и пойти дальше, чем сорваться и начать пить. То есть, когда мы пережимаем пружину, мы сразу отлетим и пойдем наедимся. Потому что у многих так. А почему вот сразу захотели и наелись, объелись, когда выходим? А потому что пережали. А потому что не из любви к себе, не из поддержки себя. Что я же не делаю галочку, мне это нельзя есть. Конечно, да. Я пошла и там захотелось, мне понималось, что сегодня будет баня и трава алтайские. Ну, это же вообще как это? Еще одна баня на Алдае с травами. Поэтому тут не про ограничения, а про я понимаю так, какие процессы идут, какое клеточное обновление запускается на сухих днях. И даже если мы идем по чуть-чуть, мы идем. Мы знаем цель, мы не дорываемся сразу. А идем из любви к себе. Вот сегодня один день, я когда даже захожу, мне говорят, Илька, на сколько? Я говорю, Бог его знает, может быть день, а может быть двадцать. Вот как пойдет. Обычно в конце, в завершении интервью я задаю вопрос о том, что бы мы хотели пожелать новым участникам. Новым. А вот в этот раз мне почему-то пришло, знаешь, такое видение, что простроить самим себе намерение. Что я пожелаю сама себе после этого ретрита с тем, с чем я из него выхожу. Что ты себе желаешь? Куда ты свои намерения простраиваешь? Я желаю жить в той жизни, где возможно все, в которой я нахожусь сейчас и в которой я планирую жить вечно. Где легко, где в любви, где в изобилии. И мне хочется, чтобы каждый в этом жил. Мне хочется, чтобы каждый шел в свое расширение. И я в это расширение все равно, я ухожу каждый раз, отлетаю и выхожу в новые пласты себя, в новое восприятие других миров, других осознаний. Это гораздо глубже и выше. То есть, когда ты выходишь из уровня материального мира и из уровня восприятия себя просто человек, ты улетаешь туда. И там столько интересного. И ты понимаешь всегда, что ты там видишь все в начале пути. Поэтому я желаю себе расширения, чтобы это расширение помогало через меня нести эту любовь к вам. Ириш, слушай, ну вот я тебя знаю так немного на каком-то уровне. Я знаю, что ты и социально реализованный человек успешный, и духовно реализованный человек. В творческом потоке свои многие вещи, они как бы раскрылись через тебя, пришли. Баланс. Баланс. То есть, материальное и духовное баланс, это тоже вот ты несешь нам, своей жизнью. Вот в связи с этим у меня вопрос. Как ты считаешь, вот ты такая прокачанная, реализованная сама, да? Вот двигалась бы ты последний вот этот год, который ты двигаешься со Светой одна, и двигалась бы ты вот так, как ты двигаешься, какова разница? То есть, может быть, тебе бы в принципе никто и не нужен, но ты же, смотри, ты крутая. Поговорюсь, есть состояние вот этого единства. Вот знаешь как, мне и так хорошо, и так хорошо, но есть же вот, ну, я руководитель бухгалтерской компании, и уже это 20 лет у меня бизнесу, да, в Сочи-Симферополь, просто чтобы было понимание, немножко разрез шаблонов, есть онлайн-школа, есть изданная книга по бухучету. Да, и мне и там хорошо, я и это люблю, я это тоже люблю. Да, мне классно проводить игры, да, мне классно ставить на гвозди, но когда есть вот это комьюнити, когда есть ретриты, и когда ты их проводишь не один, а когда ты совместно в поле объединяешь, это другое. И для меня я прям понимаю, что я не хочу одна быть ретритом, потому что всегда нужен второй человек на таких же вибрациях, как ты. Ты раз с ним, и ты сильнее становишься, ты умножаешься. И благодаря вот этому умножению эта сила ещё больше раскрывает людей. Для меня это вот так. То есть я понимаю, что мне одной, у меня это всё есть. А когда ты объединяешься и видишь вибрационно свою родную душу, своего родного человечка Светоньку, я, конечно, из любви понимаю, как это красиво происходят процессы. И даже знаешь, как скажу, когда я вижу, что Светлана вот чересчур, да, включена, я знаю, как её отвести за руку, да, и сказать, Свет, наполнись. У тебя сейчас процессы нужно наполнить, потому что она раздаёт себя всю. И когда друг друга вот так, ты раз там, чик, подстраховал здесь, чик, подстраховал здесь, ну не то, что подстраховал, а... Тандем какой-то, да, эффективный. Да, это какое-то такое дополнение, она меня дополняет, многому я у неё учусь, да, как... Танец, это какой-то красивый танец. Танец, да, и это такое соединение из любви, которое вот рождает какую-то другую силу, другую энергию. И это цель одна, цель одна, да, быть в этом красивом мире, да, чтобы видеть, как раскрываются вот эти бутончики, цветочки, а ты в восторге от этого, как люди раскрываются, расширяются. И когда вот в это одно, в едином, цельном, да, видении пути своего, то это прям, конечно, ну, состояние кайфа, потому что редко ты видишь истину в человеке, истинные вибрации, глубину, чтобы с ним можно было совместно идти. Поэтому для меня ретриты — это, конечно, вот про соединение этой любви. Я просто слушаю тебя, я уже хочу следующий ретрит сама. Ты просто так светишь, я еще не уехала с этого ретрита, ты так свечешь, я реально хочу, чтобы уже произошло это чудо в следующий раз. Через свет и любовь, да, идут трансформации. Я думаю, что это действительно чудо. Вибрации высокие, я красиво. Ребят, вам сейчас не видно, у меня просто тоже слезы на глазах, поэтому... Это любви! Да, 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 и мурашки. Ты тоже очень растрогана. Энергия, да, плещет за кадром. Ириш, спасибо тебе большое за это солнышко, которым ты светила целых 26 минут 52 секунды. Любви безмерно. Все любви тебе. Всех обнимаю. Надеюсь, что хоть немножечко вибрации любви удалось запустить вам на вашу трансформацию, чтобы каждый сделал шаг к себе. То есть из любви к себе мы начинаем жить. И сейчас нет времени, чтобы не жить. Есть время вспоминать себя. И через любовь это самое лучшее, что можно сделать. Самое легкое, вкусное. Не всегда приятно, но через любовь легче. Поэтому добро пожаловать!